Добрый вечер, я дайте скажу, что добрый вечер. С праздником, Эдуард Вениаминович! Каковым же, какой праздник вы имеете? Ну, у вас вчера и позавчера были торжества, давайте с 23-го, наверное, отмечали. Ну, у меня день рождения, да, 22-го февраля, действительно. Ну, вас пытались поздравить, звонили. Так, чтобы я бы дико там отмечал чего-то, я уже этого не делаю давным-давно, и мне это неинтересно там ходить, ублажать всех, огромные компании, поэтому я обычно провожу этот день со своей подругой. А 23-го февраля? Тоже со своей подругой. А, ну, соответственно, у вас всегда... Сколько выходной, нет, она работает, понимаете, она госслужащая, как ни странно. Так, и вы... Ну, по поводу 23-го, уточнение маленькое, если бы у вас с днём рождения это всё не совпадало, так рядом не было бы, для вас это был бы праздник, вы бы там дарили бы и с радостью получали бы пену для бритья, носки. Нет, совершенно чётко, я из семьи советского офицера раз. Вот, во-вторых, даже у меня, по-моему, и прадед был, как же это называлось, должность-то... Ну, вот сотник он был, командир казачьей сотни. Так что, наверное, очень много военных, погибших, и для меня армия это такой какой-то святой такой институт государственный. И, наверное, тоже в голове отпечатался день советской армии, военно-морского флота. Да нет, знаете, у меня много-много что можно вспомнить, и войны в Сербии, и Приднестровье, и Абхазию, и Таджикистан, и вообще всего полно, и тысячи эпизодов, и тысячи людей, и знакомые генералы погибшие, и простые ребята погибшие. Вот я только как раз 21 февраля хоронил в Питере нашего нацбола Женю Павленко. Он погиб в Дебальцево, да, 8 февраля. Ну, вот только его довезли до Петербурга, и 21-го мы его похоронили на Южном кладбище. Такая меня поразила, знаете, земля, песок такой крупный, мокрый. Петербургский песок, и что, значит, могила была заранее приготовлена, но чтобы она не осыпалась, такой был панерный красный каркас туда опущен, а потом уже в него гроб попускали. Очень много было людей, ну, на взгляд так вот, на первый взгляд, человек 300, и на самом деле очень здорово. Приехали, по-моему, 8 или там 10 ополченцев, привезли его у гроб из Дебальцево. Все очень торжественно, отпевание, часовня всех не могла вместить. Сегодня приходила информация, что все отводят тяжелую технику, и вообще там перестали стрелять. У вас последняя информация какая? Моя последняя информация, что спорадически все равно идут какие-то обстрелы. Вот, вблизи Мариуполя очень тревожная обстановка, и даже в Луганской народной республике там есть какие-то такие местного значения бои. Я, честно говоря, не радуюсь перемирию никогда. Я бы радовался миру, это было бы хорошо, да, после победы, безусловно. А перемирие это коварно всегда, и больше людей гибнет вот в эти переходные периоды. Тем более я не считаю, что стороны могут сейчас договориться о чем-то. Никакого, собственно, никакого фундамента у них ни у одной стороны нет. Ни украинской вот этой вот стороны, которая ломится подчинить Донбасс. И ополченцы, и добровольцы тоже не удовлетворены тем, что им досталось сейчас только одна треть той территории, на которую они претендуют. То есть на все территории бывших Донецкой и Луганской областей. Так что, собственно, это мир из-под палки, перемирие из-под палки, достигнутое большими боссами мировой политики. Среди них и Россия, безусловно. Но такие перемирия не бывают длительными, увы и ах. Много новостей пришло за неделю, и одна из основных пришла буквально за последние 15 минут. Агентство Муди снизило рейтинг крупнейших российских банков, так уже и СНП там подключился, да. И Минфин уже комментирует, что не собирается расторгать договоры с рейтинговыми агентствами. Нас продолжают смешивать с мусором со всеми этими рейтингами. И при том, что мы за эти рейтинги, оказывается, платим, и большие деньги платим. Да, я полагаю, что Владимир Ильич Ленин и его товарищи давным-давно бы отказались бы кому-либо что-либо платить, и расторгли бы все возможные договора. И мне кажется, что и наша власть была бы права, если бы она это сделала. Потому что в данном случае нас просто душат вот этими рейтингами. Вы видите, поскольку экономика у нас теперь исключительно мировая, вся вот система эта огромная, то вот эти вот показания какого-нибудь мудис, заметьте, какое отвратительное название, кстати говоря, походя по-русским, вот они нас душат своими мудис, и мы вынуждены смотреть безучастно, как нас вот этими кишками этих мудис затягивают нам на горле удавку. Я думаю, было бы нормальнее не допускать их до подсчетов, до наблюдений над нашей экономикой. И это, конечно, с плеча рубить, но, знаете, есть моменты, когда надо рубить с плеча. Пока не готовы мы рубить, Минфин не будет расторгать, говорит, по-моему, ничего. Минфин у нас все равно либеральный, они в душе у них у каждого на шее по два галстука атласных, и они такие западные фраера, извините за выражение, у них все эти костюмы, бриони, то-се, поэтому нам нужен другой Минфин, возможно, в гимнастерках, и будет лучше. В этой ситуации, которую мы сейчас имеем. Но кратковременно, да, соответственно? Ну, я не знаю, кратковременно нам нужны сейчас решительные меры, а не вот это вот постепенное сползание. Шойгу, и мы пока видели его в МЧС. Прямо я должен поверить в высокую тулью фуражки Шойгу. Я знаю конкретно, мне буряты, когда я был в бурятии, рассказали о том, что он ведь тувинец, и, значит, потомок вот этих великих богатуров, богатырей, которые Русь покоряли. Помните этого? Субедей и Джебе. Вот два, которые якобы случайно туда попали, возможно, так и было. Но получается, что они, да, вот из этих мест. Они, видимо, какой-то одной кровью. Но в этом есть ирония судьбы. И, конечно же, мы приветствуем тувинского храброго потомка Субэте и Джебе. Ну, подожди, а Эльвира это... Эльвира чего? Она же тоже потомок с другой стороны ханов. Как же фамилия, господи, отчество-то, знаете... Это Фоменко и Носовский доказали нам, что это не совсем так, там все эти монгольские нашествия. Но, тем не менее, вот буряты верят в это. А буряты родственные, они тоже монголы, они родственные тувинцам. Сахиб Задовна, вот посмотрел я, кстати, в этих, в шпаргалках своих. Понижение рейтинга... Да, это факт, я верю в данном случае. Я проверял бурятов. Я когда приехал в прошлом году к осени в Москву, я проверил, да. Так и есть. Понижение рейтинга банка вследствие понижения рейтинга России. Дмитрий нам комментирует, 92-й спрашивает у вас, когда на Земле мир наступит. А вы... Нет, а мир, он наступает время от времени. Вы разве не поняли, что вы жили в определенном мире и в брежневские времена. Ну, потом была война в Афганистане. Ну, в общем-то, Россия очень долго старалась не воевать и впрямую так не воевала. Ну, она участвовала, там, пилотов посылали куда-то, да. Хотел сказать, в Уганду, нет. Ну, везде наши пилоты воевали во Вьетнаме. Но сами мы долго-долго не воевали. То есть мир был. Чего вы так? Мир наступит. Просто сейчас у нас это под боком. И совсем недавно был мир. Правда, унизительный. Вот 23 года у нас был мир. Но он такой унизительный, потому что нас все отобрали. В том числе и Крым, который мы сейчас вернули. Который к нам вернулся. И Донбасс. И заотобрали. Вообще все на свете. Оставили 27 миллионов человек за пределами России. И погрузились в прекрасный, сонливый мир. Мир, это же зависит, где мир. Если в Москве, да, то немножко даже подловато как-то по отношению ко всей остальной стране. Очаги же были за эти 20 лет там и Приднестровье. Ну, что наши делали? Ну, что очаги? Лениво 14-я армия там, наконец, надела сапоги. И чего-то немножко сделали. Карабах тот же самый. Ну, ладно. Карабах. Мы что, отстояли Карабах? Кому-нибудь он... Ну, что с Карабахом? Карабах по-прежнему территория войны. Замершая только войны. Продолжим после того, как заголовки прочитаем. Без вопросов. В студии Эдуард Лимонов. И еще один вопрос вам на этот раз от Александра. Он говорит, что по воле или по чьей-то злой воле, неволе могла... Война, вернее, помогает так или иначе властным элитам, как России, так и Украины, оправдаться и уйти от ответственности за совершенно беспомощную, губительную для обеих стран экономическую политику. Всем выгодно, что там убивают, воюют, кровь течет. Ну, это как-то вы хватили, Александр, слишком. Я не думаю, что прям все так кровожадные, прям они уходят от ответственности. Никто их к ответственности, собственно говоря, не тащит. Поэтому что-то вы подумайте. Война стоит огромных денег тоже. Вы не думайте. Это огромный удар по нашей экономике, например, тоже. Хотя поскольку мы в какой-то степени участвуем, а украинская экономика вообще лежит в руинах. Вы что-то загнули, прошу прощения, не хочу вас обидеть. Я что хотел сказать? Мне понравилось, вы зачитывали, Челобитевское шоссе. Я подумал, что это Мордобитевское шоссе. Бьют по челу, естественно, да? Или это не очень удачно, как шутка? Челобитевское. Почему Битевское, да? Ну, челом. Бить челом, да? Ну, по морде бить тоже. Тоже как вариант. Давайте, что дальше за вопрос? Ну, компания Мудис происходит от фамилии Муди, 57-й нам пишет. Да понятно, но одновременно есть российская Мудя, да? Вот и весь юмор простой. Это эфирное слово. Это не ругательство. Есть еще, знаете, мытищи, тоже название спорное, прямо скажем. Ну, конечно, есть много оригинальных названий. Только мы с вами в политику погружены. Давайте. Только мы с вами в белом и в перьях. Да, Британия отправляет на Украину военных инструкторов. Это Кэмерон говорит. А Керри ему вдогонку сообщает, что американцы еще не отказались от идеи поставок тяжелого вооружения на Украину. Они нас запугивают таким образом? Или они реально хотят туда направить солдат, вооружение? Я думаю, не хотят, конечно, но вопрос, чему могут научить вот эти британские инструкторы или инструктора украинских. Ну, английский язык подтянуть. Ну, разве что, разве что. Не вышучивайте. Это на самом деле все очень серьезно. Ну, заберут ополченцы в плен, там, несколько десятков военных инструкторов, и интересный будет спектакль обмен пленными, да, такие в разодранных штанах и безрукавках идут всякие джоны из Ливерпуля. То есть джоны из Ливерпуля менее профессиональны, чем ополченцы? Да я думаю, что они не очень профессиональны. А где они одерживали победы в последнее время? А откуда ополченцы-то мы научились чему? А ополченцы? Да, откуда такие врожденные таланты-то? Нет, вообще говоря, смотря какое военное дело, если это не управление большими какими-то... Фронтами, да? Нет, безумными какими-то навороченными новыми военными орудиями смерти, оно довольно простое. Знаете, я был когда-то в Сербии, случилось мне обучаться в трехдневной школе. Нас там учили, как вот там штурмовать, по какой стороне улицы идти, какие этажи контролировать. Да, и там можно было за эти три дня и научиться водить танки, все такое. Вот такие скоропостижные, назовем их такие, курсы военные. Так что не думайте, что это прямо дико сложная такая практика. Главное, у них мотивации отличные у ополченцев и у добровольцев. У них, они намного, все признают, они намного мощнее вот этих вот украинских национальных вышиванок. Да, у них там мотивации вышиванки, кто там еще? Бандера, история. А тут настоящая злость такая на захватчиков, которые явились на танках и вынуждают вот это население жить в Украине. А на чем держится дух армии украинской? На них действуют, да, все вот эти, что мы боремся? Я полагаю, что изначально действительно был определенный национальный подъем именно у украинских конкретно областей. У колоний не было. Колонии, я имею в виду вот это и Одесская область, и Херсонская, и Харьковская. У них никогда не было духа, потому что если там и были националисты, то они незначительны по количеству. А вот у исконно украинских областей, я как-то подсчитал, мне показалось, что их 9, может быть, чуть больше. Но вот у них, да, у них действительно, они грезят, во-первых, местью за вот эту попранную украинскую, как они считают, независимость попранную и Германии, и России в 41-45 годах. И просто готовы продолжить дело. Почему так популярен Степан Бандера? Поскольку он действительно национальный вождь такой был, который пытался военным путем создать украинскую державу. И вы, кстати, подливаете масло в огонь, когда говорите, что Украина это непонятно, что за страна. Я с удовольствием подолью масло в огонь и я говорю правду чистейшую, потому что я знал и видел это. Вот как челороженец тех мест, да, вот Харьковской области, я прекрасно понимал, что Харьковская область и Ивано-Франковская, это разные государства и разные люди. Но они оказались, по-моему, в случае в одном государстве. И я понимал так же, что, не дай бог, что-то, и вот они разойдутся, их пути. Вот это, не дай бог, что-то и случилось. Вы сами сегодня два раза вспомнили про Сербию, что вы там были, а Сербия тоже отличилась недавно. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр стал консультантом сербского премьер-министра Александра Вучича. Вы помните, да, Тони Блэра, который был за бомбежку Белграда? Это уже, знаете, что там был совершен этот сам государственный переворот. Еще вот где-то в ранней весной 2001 года, 1 апреля арестовали Милошевича, потом припроводили его в тюрьму в Гаагу. Это же был совершен государственный переворот. То есть они устроили там, может быть, один из первых Майданов в Восточной Европе. Они потренировались там, да? Они потренировались, да, там же была вот эта организация. Специальная парада, да, вот как, что там еще, отпор, я не помню. Я не помню конкретно названий, но что было, это был вопиющий, вдохновленный, оплаченный Западом переворот. Просто в Белграде остаются невосстановленными ряд зданий в качестве назидания, да, и они ненавидят, по крайней мере ненавидели, когда там было американцев и британцев, которых бомбили. И тут хоба, пожалуйста, премьера сербца. Знаете, надо там различать. Там есть народ, его чаяние, его герои, а это и погибший в тюрьме Милошевич, и генерал Младич, да? А есть элиты. А элиты в Сербии всегда были вот в те ранние 90-е годы, когда я там бывал. Англоговорящие. Да, не только, нет, они были хуже, они находились всегда под сферой влияния Германии. Когда Германия объединилась, сербы считают, что с, по-моему, 9 октября 89-го года, когда Германия объединилась, что это было начало широкого наступления на Сербию. Именно Германия стала помогать хорватам, сбрасывали с военных самолетов оружие, снабжали их. Это, в общем, Горбачева, сербы, вот народная стихия, ненавидят, ненавидят. Они считают, что он во всем виноват. Ельцин как-то уже был разрушителем, скорее, России самой, Советского Союза, Советского Союза. А Горбачев ведь разрушил всю систему Восточной Европы, всех братских нам стран, и в том числе и Сербии. Они считают, что на нем кровь многих вот, не знаю, скольких миллионов, но уж сотен тысяч точно. А вы согласны с ним? Я с ним абсолютно согласен. Германию не надо было объединять. И Германия мощнейшая сила теперь экономически прежде всего, но и военная, которая пока тихо посапывает. Но стоит ее разбудить, а ее непременно разбудят, в конце концов, это будет опять опасность для Европы. Не под знаменами никакого Гитлера не надо об этом мечтать. Эта традиция не будет продолжена. Будет продолжена традиция вмешательства, скорее, американская традиция вмешательства во внутренние дела и восточной Европы, и вообще Европы. Они до победного конца будут вмешиваться во внутренние дела? Нас в том числе? А знаете, они считают, что они имеют право. И ресурсы. Нет, ну, например, посмотрите, история с Грецией. Ведь они откровенно бросали обвинения в грекам. Говорили, вы лежите там на животах в своей туристской республике, а мы работаем, мы, немцы, кормим Европу. Вот такое столкновение. В ответ те же греки обвиняют их в тотальном давлении, значит, и вот этим своим идиотским трудолюбием немцы, безумным каким-то... Их трудолюбие столь же безумно, как и, скажем, нашествие в свое время в СССР, когда они перли непонятно зачем, как тараканы, пока их всех не передавили. Телефон прямого эфира подключу чуть позже, пока доступны ваши СМС-сообщения и сообщения через наш сайт РусНовость. Иван пишет, мирные жители Донбасса страдают от войны. После освобождения у них ни кола, ни двора, ни зарплат, ни пенсии. Зачем нужна такая война? Зачем нужна эта свобода, освобождение? Ну, не все, как вы, ограничены. Есть же какие-то, понимаете, свобода. Вы хотите, чтобы ездил какой-то правый сектор и там расстреливал, там кого-то угнетал, бросали в подвал. И вот в Харькове без вести пропало 700 человек. Это в основном совсем безобидные какие-то там экологи. Ну, вот человек чуть-чуть над общим уровнем голову поднял, он замечен как лидер, неважно чего, спортивный какой-то лидер. Они вот все исчезают. Я не уверен, что их убивают, но то, что их держат в жутких каких-то этих подвалах и зинданах, это факт. Это такая тактика. Просто все, что чуть-чуть подает признаки жизни, должно быть ликвидировано или, как это называется, ну, должны быть приняты меры. То есть это борьба не за суверенитет, а за выживаемость? Нет, там просто не принято, наверное, так уж об этом говорить, но тем не менее там оккупационный режим. Вот я имею с Харьковым какие-то постоянные связи, у меня несколько есть людей, которые меня информируют, и там очень все мрачные люди боятся друг другу что-либо говорить, но злоба и ненависть растет народа. Учат те, кто сам не умеет воевать, комментирует 710-й, а 97-й пишет, большинство ополченцев служили в Советской армии, прошли Афган, Пренестровье, так что данные ки есть. Это тоже верно, но, знаете, как в футбольной команде должны люди, объединившись в команду, каким-то образом вместе сыграться. Вот так и в армии тоже самое они сходятся. По одиночке они, может быть, и прекрасные там специалисты, но для того, чтобы хорошо воевать, надо еще немножко времени, чтобы создалось такое братство военное, чтобы все распределились роли, чтобы те люди, способные к каким-то одним действиям, разведчики стали разведчиками, снайперы снайперами и так далее и тому подобное. Ваш любимый Красный Крест вас впечатлил, когда мы слушали новости, он призывает создать гуманитарное пространство на юге и востоке Украины. Я считаю, что Красный Крест ведет себя, ну, мягко говоря, неподобающим образом. Они, совсем недавно прошло сообщение, что они будут организовывать первый гуманитарный конвой в Донбасс. Вы представляете? Ну, пора уже, год прошел, да. Вы представляете, после этого надо их разогнать чертовой матери, Красный Крест, потому что это никуда не годится. Смотрите, Россия так или иначе, вот 16-й конвой организует. Можно сбились, да, сколько? Нет, я не сбился, я знаю, сейчас будет 16-й конвой. А Красный Крест только собирается организовывать гуманитарный конвой. То есть они ведут себя, вряд ли они не сознают, что там происходит. Я думаю, что у них просто проблемы с ангажированностью на стороне Запада, и они ведут себя намеренно так. Но пусть они сначала организуют этот конвой, а потом их разгонят. Это плохо, но они не должны об этом говорить даже. Красный Крест был задуман как организация международная именно помощи в воинах, помощи солдатам, помощи мирным жителям, немедленной помощи, а не в ожидании целый год. Они даже не помогли нам с нашим, по-моему, гуманитарным грузом. Они саботировали проезд на территорию Украины, наших грузов, пока наши первым же конвоем не плюнули на них, и просто сами поехали, да, безо всякого Красного Креста. Потом, помните эту канитель, которую устраивали? То, там увоженики осматривали. Ну, самый первый, да, там было. Ну, два дня ожидали, потом кто-то еще, потом якобы Красный Крест должен был осматривать. Они что, не могли собраться все вместе, предстоит этих организаций, пройти все эти грузовики один за другим? Каждый бы заглянул, попробовал там пальцем, что там и где, и чего. Но теперь, кстати... Это саботаж, это то, что они делают, они как бы саботируют гуманитарные миссии. Это уже ни в какие ворота не лезет. Я просто сказал, они приняли сторону Украины четко. Украины или Запада? Потому что, если бы они были бы на стороне Украины... Ну, не будем расшифровывать, но раз Украина, значит, Запада. Они часть Запада. Запад принял сторону Украины. Сегодня, кстати, Владимир Путин встречался с главой Международного Красного Креста. Он напомнил, что в 19 веке Россия была одним из учредителей. И все эти годы сотрудничество с этой организацией... Совершенно верно. Я забыл об этом сказать, но это именно так. И оставалась партнером наша страна этой организации больше 150 лет. И, как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин... А нет, это Маур оценил, высоко оценил поддержку и сотрудничество с организацией с Россией. Маурер — это глава Международного Красного Креста. Ну, почему его президент... Мы не можем ответить ему тем же. Почему президент не по голове? Ну, президент обязан говорить официальную точку зрения, а мы с вами не обязаны, мы не служим, да, мы не правительство, мы не президенты. Поэтому можно сказать, что Красный Крест абсолютно отвратительно себя ведет в этом конфликте. — Ведь то, что Красный Крест не досматривала эти конвои, дает теперь право им спокойно той стране, Киева, говорить, что там провозилось оружие, провозилось... — Ну, это ложь полная, потому что у России есть масса других способов. И граница 100-километровая или больше с Луганской и Донецкой республик. И темная ночь всегда помощник, поэтому, ну что, зачем гвозить в гуманитарных конвоях? Это дебильно абсолютно. Это просто такая уже ложь от лени, да, такая, о, возят там пулеметы станковые, да, там, трубы. — Фантазия богатая. — Да, минометов. — Да, нет, ну, это... — 13-й. — Это не богатая контазия, фантазия — это дебильность называется. Лень размышлять. Мне лень придумать какой-нибудь более благовидный повод, что-нибудь такое, измыслить. — 13-й ругает меня, что я не очень уважительно отношусь к великому человеку. — Да, вы действительно что-то хромаете, у вас что-то уважение не достает. — Простите, великодушно, да. Но вы великодушный человек, я уверен, что... — Я не абсолютно великодушный, я просто очень хорошо воспитан. — Спасибо вам за это. — Припомним, припомним каждое злое слово. — Распнете, да. — Распнете, зачем же? — Нет, да, расстреляете. — Да, достаточно уволить иногда человека, чтобы он запел другие песни. — Чтобы он успокоился. — Порошенко договорился с Объединенными Арабскими Эмиратами о немедленных поставках оружия. При этом Америка формально не поставляет оружие. Как Россия реагирует, спрашивает 39-й? — Поймать Порошенко и привезти его куда-нибудь, например, туда, где я сидел, в Лефортово. Пусть посидит. — Но это Запад не позволит. — Запад не позволит, и наши не пойдут. Они же благородные, они дипломаты. И они должности занимают, им нельзя. А я не занимаю должности, и вы не занимаете. Я бы подумал, я бы решил, что хорошо бы посадить Порошенко вместе с Януковичем в одну прекрасно оборудованную камеру Лефортовой. Вот они бы друг с другом поговорили бы там. Там трехместные камеры. — Они же даже визуально не похожи. — Видите, какие я идеи нестандартные высказываю. — Это очень оригинально. Сегодня у нас была Алла Гербер в эфире. И она говорила, что ей, в принципе, не неприятен Порошенко. И она ничего против не иметь того, что один олигарх сменил другого олигарха. — Алла Гербер не стыдна? Она же защитник национальной памяти еврейского народа. И вдруг с этими зигами половина... Ну что, на Майдане вы видели, какие у них там эти все символика, да? — Она, кстати, и не против того, чтобы... Вот знаете, в Германии сейчас будут переиздавать Майнкамп с комментариями ученых. И эти комментарии как бы не то, что нивелируют, а сводят на нет все идеи, которые прописывал Гитлер. Она говорит, что, в принципе, это хорошее, правильное издание для тех, кто будет это читать. Вы как этой идеей относитесь? — Нет, я считаю, что ее... Она занимает определенную должность, да? Алла Гербер. Она руководитель фонда «Холокост». Ну вот она с этой должностью, возможно, справляется, но требовать от нее, чтобы она очень так уж разбиралась во всех других делах, пожалуй, не следует. Тем не менее, я бы ей порекомендовал держаться подальше, даже от имени Порошенко. Потому что она ответственна уже за массу преступлений, и если все дело пойдет так, как оно идет, то она окажется, может быть, на скамье подсудимых запросто. — Ну, наша аудитория тоже с ней была в этом смысле не согласна, и там было много разных... — Нет, дело даже не... Давайте даже можно не пользоваться вот этим словарем, употреблять все эти слова «нацисты», «бандеровцы», а просто за военные преступления, за преступления против... Как называется? Гуманности, да? — Там много можно вариантов найти. Я хочу сейчас запустить голосование в поддержку или в неподдержку. — Что-то вы рано начали. У меня еще 15 минут, может, я покажу себя. — Как раз проголосую. — Сейчас совсем как блестящий ангел, военный ангел. — А может быть, наоборот, уроните... — Ну, я вряд ли так уж уроню. Я как-то однажды... Ну, хорошо, запускайте свое голосование только... — А потом еще телефон подключим, еще телефон подключим. — Только не фальсифицировать. — Все на ваших глазах. Смотрите, уже 100% за вас. Итак, вы поддерживаете Эдуарда Лимонова, 280-12-32. Вам позиция близка, и вы согласны с ней. Нет, не поддерживаете, выступаете против. 280-12-33. Код города 495. Звонок бесплатный. Пока вижу 100%. Давайте хоть кто-нибудь, что ли, проголосуйте против. 280-12-33. — Не надо слушать этого человека. — Слушайте, 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 слушайте. — Ненадежен. Без вопросов. Студия Эдуард Лимонов. Если вам близка его позиция, звоните на номер 280-12-32. Если не близка, звоните 280-12-33. Предлагаю сократить погоду. Вы каждые 15 минут объявляете плюс 3 градуса, плюс 3 градуса. Уже людям надоело. Это вопрос к руководству. Хорошо. Зачем 4 раза погоду? На выходе, на выходе. Я надел наушники. Пожалуйста, дозванивайтесь. Плюс 7-925-101-107-0. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Аркадьевна. Я солидарна с Эдуардом Лимоновым, что, конечно, это уже вообще перебор. Через каждые 15 минут прерываются какие-то серьезные разговоры. Как пожелание. И вопрос Эдуарду Вениаминовичу, если есть. Спасибо за поддержку. У меня просто ухо режет. У меня вопрос. Эдуард Вениаминович, скажите, пожалуйста. Алло. Да, да, я слушаю. Как вот найти золотую середину? Я вроде бы за свободу слова. Но вот как найти золотую середину, чтобы все-таки и свобода была, и все-таки не было такой вседозвольности, чтобы разного рода Шендеровичем неповадно было. Ну как это? В прямом эфире Шендерович называет спокойно, в прямом эфире, на своей радиостанции президента моей страны, чуваком. Это вот вообще свобода или что это такое? Это, кстати, не самое жесткое, что иногда звучит. Это не самое, что звучит от Шендеровича. Это я тоже совершенно согласен. Спасибо вам. Знаете, я сам удивляюсь, у меня иногда мелькает мысль, что, может быть, наши гласные структуры и наши руководители нашей страны как-то очень снисходительно холят и лелеют всю эту публику. Ну и назвали Шендеровича, там еще многих можно назвать. Может быть, это связано с тем, что если заниматься какими-то запретами всеми остальными, это же будет прямая цензура? Может быть, Владимир Владимирович из уважения к Собчаку, который его, в общем, был наставником. Сколько там, кстати, лет прошло, годовщина же отмечали, да? Да, недавно, но я не помню никогда. Тем более не считаю Собчака значительным человеком. Не считаю. Санны Аркадьевны сразу вот несколько смс-ок согласны, пишут и призывают там за госизмену сажать людей. Америка формально не поставляет оружие, как Россия опять спрашивает, как Россия реагирует на все вот эти поставки. Но мы, кроме того, что вы сказали Порошенко посадить с Януковичем одну камеру, никаких вариантов не предложили, да, с этим оружием? Нет, ну если говорить очень и очень серьезно, то Соединенные Штаты все-таки хотят это сделать. И, в конце концов, я знаю их предысторию, их существовало, они не могут это сделать и, видимо, сделают. Они даже встревожили Европу. Почему вот эта инициатива Европы вдруг Меркель и Оланд, как такие встревоженные родители, чуть ли не ночью прилетели спасать, да? Не Украину, они хотят спасти Европу от американского вот этого борделя, который американцы преспокойно устроят. Тем более, это где-то там будет на границах Польши, Венгрии, Чехословакии. Они обеспокоены совершенно справедливо. Соединенные Штаты малоответственны. Они, может быть, их никто не освидетит стол в Институте Сербского, но как в страну. Но они очень малохольные. Мне нравится это слово. Добрый вечер, представьтесь. Светослав, у меня вопрос, в общем-то, два к нашему, в общем-то, самому живому классику, единственному, пожалуй, в мире. Лучше больше всех издававшемуся, издающемуся Эдуарду. Первый вопрос, почему он уехал из Советского Союза. А второй вопрос, как, может быть, это Шендеровичу и прочим всяким Макаревичам позволяет. Просто это такая ручная оппозиция, которая не понарошку, то есть понарошку, на самом деле, они ручные для вида, что они оппозиции. И тот же Навальный, что они якобы оппозиции, ну, типа как АЗФ, понимаете, в царское время, который был в СССР. Вот это, скорее всего, так, как он думает. Согласен? Светослав, спасибо, принимается. Ну, я уже высказал свое осторожное замечание по поводу этих людей. Я подумал, я вот совершенно даже как-то обескуражен. Мне кажется, что действительно власть очень терпит и эхо Москвы, который позволяет себе наряду с российскими военными давать слово черт знает кому, которые говорят, что все они говорят, черт знает что. Понимаете, это не... На мой взгляд, мы все равно в состоянии войны. Если бы не было вот этого состояния, если бы не гибли люди в Донбассе, тогда можно было бы еще послушать вот это все, это скотство. Но поскольку реально это состояние войны, то это скотство надо, на мой взгляд, каким-то образом прекратить. Я никогда никого не призывал наказывать. Поэтому я остаюсь на этом самом, на своей платформе и буду оставаться таким же образом. Добрый вечер, представьтесь. Добрый вечер, Александр. Я бы хотел в гости немножко от темы от этой отвлечь. Сегодня я услышал, что Кличко предложили поехать воевать с ополченцами на АТО. Однако же он категорически отказался, а ведь был в свое время героем Майдана. Как вы считаете, эти герои сейчас поменяли свою позицию или какая-то другая причина? Я полагаю, что все-таки какое-то количество совершенно отмороженных таких ребят поехали и воюют, видимо, с ополченцами. А если говорить о Кличко, то мне кажется, он типичный карьерист такой, который выскочил в удобное время. Чем-то он рискнул, ну, если бы была бы неудача Майдана, то, возможно, они бы все загремели там в тюрьму на какое-то количество времени. Но сейчас, конечно, кто его заманит в войну? Ну, хотя я вот в свои 72 года ездил и собираюсь в ближайшее время опять туда попасть. Мне воздух этот интересен, мне люди интересны дико. А вам как писателю, кстати, это полезно все? Ну, знаете, все прямо, знаете, писателю прежде всего все-таки полезна жизнь, а не смерть. Поэтому, когда отправляешься в такие места, все-таки ты серьезный взрослый человек, думаешь, да, ну, там, голову оторвет тебе снарядом. Но я всегда считаю, что это достойно, чтобы тебе голову оторвало снарядом. Но вы уже все написали, все сказали, чтобы так рисковать свободу. Нет, дело не в этом. Я когда был совсем юный, я тогда был точно такой же. Еще есть минута на голосование. Если вам близка позиция Эдуарда Лимонова, 280-12-32, звоните. Код города 495-280-12-32. Нет, вы выступаете против, недовольны, протестуете, не близка позиция. 280-12-33, 280-12-33, звонок бесплатный. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей. Добрый вечер, город Болгопродный. Вы знаете, вот где-то, наверное, с полгода назад мы обсуждали события в Мариуполе, когда мы захватили ОВД, там, оружейку, все дела. Вот, и мы тут, с нами сидели вот в компании, вместе мы позевали, обсуждали все это дело. С нами сидел сам замначальника ОВД, с нами сидели ребята, которые воевавшие, да, вместе наши местные. И, как бы, мы пришли к выводу, что все это невозможно. Захватить ОВД невозможно. Ни в одном городе, никогда в жизни. Ну, вы ошибаетесь, потому что мы имеем немало примеров захвата ОВД, как раз, в частности, на Украине, и в Луганске, и в Донецке. Вот в России это невозможно. Ну, в России... Три дня минимум в автономном режиме ОВД может находиться. Ну, знаете, это все верно. Но представьте себе, если окружают несколько тысяч человек, а вся остальная страна как-то вот отрезана, и никто туда не пробивается с бронетанковыми колоннами, то, в конце концов, бравые и даже честные милиционеры, они себе скажут, а что ж мы-то, ну, сейчас толпа еще немного, у нас не будет боеприпасов, и нас растерзает к чертовой матери. Конечно, нет, ну, это жизненные ситуации, мы же не говорим в военном смысле. В военном смысле, может, они, да, и могут долго продержаться. Мы тут, это еще огромный аспект психологизма такого, напора, эти крики там, выходи там. Я, знаете, поделюсь вот двух строчках, буквально двух фразах. Я когда-то в 94-м году был в Белоруссии, и мы... Там была лекция, собственно говоря, у меня и у Александра Дугина в ДК имени Киселева. И туда приехали, тогда еще был Белорусский народный фронт. Вот их где-то на 10 автобусах 500 человек приехали. И стали громить этот ДК, несмотря на то, что там был ОМОН, отбросили все от чертовой матери, разгромили зал, а потом стали пробиваться к нам в гримерную, где мы забаррикадировались. И кричали, отдайте нам это, выдайте нам эмиссара москалей, этого Лимонова. Знаете, страшновато было. Мы потом через окна со второго этажа, так повиснув на руках по этой зиме, убегали. Ладно, хоть удалось. Подведу итоги голосования. 97% проголосовали за вас сейчас этим вечером. 3% были против. Спасибо всем, кто голосовал. Эдуард Вениаминович, до свидания. Да, спасибо. Спасибо всем, кто голосовал.